Добрый день! По просьбам трудящихся, снимая видео, как в домашних условиях провести тесты РИИМСа на последние два числа. Для теста нам понадобится три химических раствора. Универсальный раствор, состоящий из ацетата натрия, ледяной уксусной кислоты и дистиллированной воды. Второй раствор состоит из концентрированной серной кислоты и дифениламина. Третий раствор это реактив Несслера. В химии известный реактив. Еще нам нужен свежий образец, то есть моча, взятая спустя два часа после завтрака или обеда. Вот такой вот чистый стаканчик, либо какая-то баночка небольшая. чистая пипетка, еще две пипетки, ну и еще одна пипетка. Вот такой вот фарфоровый мелколонный планшет, который в России не найти, можно купить только недорого из Китая. Счетчик времени, в данном случае телефон, сверочная таблица и таблица диапазонов и зон для интерпретации полученных результатов. И так, что нам нужно, берем каплю мочи и капаем ее в стаканчик. Берем универсальный раствор и капаем 6 капель. Теперь, если у вас есть часы, можно поставить секундомер и вот таким вот движением мы это все дело перемешиваем. Либо, если вы способны считать до 120, можно посчитать 120 вот таких вот нажатий. Число мочевины состоит из двух чисел. Первое число это нитраты, NO3, ион NO3. Второе число это аммоний, ион NH4. Так, ну будем считать, что мы перемешали образец, я не считал. И капаем по одной капельке. Капля от пипетки должна оторваться раньше, чем она прикоснется к планшету. Так, не хватило чуть-чуть. Добавим. Я делаю сразу два теста, потому что один бывает не очень показателен, и результаты бывают разнятся. Теперь берем еще одну пипетку, и берем реактив Неслера. Я беру реактив Неслера сначала. Я использую его вперед, потому что реакция с Неслером длится меньшее количество времени. Теперь капаем четыре капельки. Раз, два, три, четыре. Капаем крест-накрест. С каждой четырех сторон лунки. Капля по краю лунки скользит. К другому реактиву, и реакция происходит. Так, теперь досякаем время. Эта реакция длится 30 секунд, пока мы тут шевелились. Уже секунд 15-20 прошло. Так, или возможно я смешал мало. Ну вот, уже в принципе можно смотреть. В общем, если это не снимать, то это получается немножко по-другому. Примерно девяточка у нас получается. То есть есть явный ободочек. Так, здесь можно остановить и сбросить. Теперь берем вторую чистую пипетку. Важно, если вы одной пипеткой реактив из одной бутылки в другую перенесете, скорее всего он у вас испортится. Ну и важно помнить, что эта кислота, она концентрированная. А концентрированная кислота, попадая на бумагу, мгновенно ее прожигает. Точно так же капаем по краешку леночки. Реактив стекает. Эта реакция длится дольше, 5 минут. А если у вас холодные реактивы, она может длиться еще дольше. Вот что происходит, когда концентрированная серная кислота попадает на какой-то объект, который она может разъесть. Так, засекаем 5 минут. Видим уже, что реакция начинает идти. Начать. Поехали. Ну и сейчас я поставлю на паузу, чтобы не тянуть время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова